в прошлом году мы с вами переживали бум строительства загородной недвижимости покупки квартир да и вообще люди как-то стали больше вкладываться в свое собственное свое личное жилое пространство скупали все квартиры все дома абсолютно земельные участки строили себе дома а также очень много стали покупать землю в коттеджных поселках в полях не понятно вообще где для того чтобы там построить дом стали заказывать проекты и эти проекты естественно побыстрее хочется всем воплотить в жизнь так вот ребятушки строительство дома это достаточно дорогое мероприятие не один миллион вы потратите на то чтобы получить дом своей мечты и сегодня прямо сейчас я вам расскажу какой дом ни в коем случае строить нельзя ни при каких обстоятельствах это лично мое мнение мнение ивана безрукова что такие дома строить нельзя возможно у вас другое мнение пожалуйста напишите в комментариях после просмотра этого видео какое ваше мнение на этот счет ну а я попытаюсь донести до вас свою точку зрения почему такие дома категорически строить нельзя и так давайте начинать когда люди начинают строить свои собственные дома или только задумываться об этом естественно все вы начинаете смотреть различные ролики из чего построить кирпич или дерево какая кровля скатная или плоская какое бывает электричество газ и так далее так далее и тому подобное так вот я не буду вам рассказывать из какого материала строить стены это как говорится на вкус каждого можно построить из дерева можно из камня можно по каркасной технологии да как вам хочется ребята кровля может быть любая сейчас есть технологии прекрасные которые позволяют сделать хоть скатную хоть плоскую да какую угодно кровлю пожалуйста если сделать все правильно ничего протекать не будет промерзать тем более мой ролик и не об этом мой ролик о том как организовать жизненное пространство в этом доме чтобы вам и вашей семье жилось удобно комфортно и что называется в кайф они так знаете деньги потратили дом построили а что-то потом не так как-то тут неудобно как-то здесь чё-то лишнее появилось а вот тут чего-то не хватает я покажу вам пример дома проект которого заказывал человек все ему понравилось симпатичный фасад вроде бы планировка устраивает квадратных метров много но ведь многие так как-то размышляют что но вот я сейчас живу типа в квартире 70 квадратов сейчас построю 150 мне ведь точно хватит вот вы знаете я призываю вас не думать вот в таком ключе что раз больше квадратных метров значит вам точно хватит вот вообще не факт все зависит от того как это скомпонована какого размера комнаты как окна расположены можно ли ту мебель поставить которую вы планируете или нельзя и так далее и так далее и так далее поэтому правило номер один если вы покупаете проект может быть готовый может быть заказываете архитектору в этом проекте должен быть план с расстановкой мебели и всего оборудования которое будет находиться в вашем доме это прямо золотое правило вот если нету плана с расстановкой мебели вот даже все сразу отказываетесь от проекта и не покупайте его потому что потом вы намаетесь с тем как расставить мебель и по любому чего-нибудь будет не учтено вот это проверено уже это стопроцентная гарантия что именно так и будет и в этом проекте так и произошло давайте смотреть ну во первых вот фасад давайте фасад наверное я обсуждать не буду можете вы в комментариях написать нравится он вам не нравится это как говорится дело вкуса но кому-то нравится кому-то не нравится в принципе но достаточно симпатичный фасад я не про фасад я сразу же перехожу к внутрянке к планировке первого и второго этажа это дом именно двухэтажный и начну я с первого этажа я буду буду больше наверное задавать вопросы а вы подумайте найдете ли вы ответ на этот вопрос ну постараюсь возможно какие-то свои решения здесь рассказать хотя конечно все таки я хочу сконцентрироваться именно на вопрос задавая которые я хочу чтобы вы начали думать а то никто же не думает но как-то вы заказали себе проект дома но вот коробочку чтобы построить для не для этого же правда вы же хотите жить с удовольствием и с комфортом поэт а для того чтобы так получилось нужно подумать вот давайте подумаем вот смотрите вот у нас есть дом он традиционно такой квадратной формы чаще всего такие проекты типовые потому что ну вроде бы он правильно сбалансирован вроде бы его проще строить а значит дешевле ну и так далее и так далее но давайте посмотрим что здесь есть значит есть тамбур вот он тамбур он же прихожая вот пожалуйста дальше здесь есть котельная вот котельная дальше санузел вот он санузел душевая кухня гостиная холл и спальня ну и плюс лестница которая связывает первый и второй этаж раз дом двухэтажный без лестницы естественно мы никак обойтись не можем надо сказать что здесь лестница здесь продумано достаточно хорошо потому что достаточно частенько я наблюдаю такую картину что спроектированная лестница в доме ну совершенно ни в какие ворота не лезет она либо слишком крутая либо слишком узкая развернуться на ней невозможно я уж молчу как мебель поднимать понимаете как а как поднимать мебель да ладно да ладно уж мебель а ходить то по ней как просто опасно так вот здесь лестница более-менее нормально есть холл вроде бы ничего так симпатичный и на первый взгляд все бы ничего все хорошо но давайте попробуем более детально разобраться в проекте вот допустим мы заходим в дом приехали с семьей с прогулки и открывая дверь попадаем в прихожей вот она перед нами что мы здесь видим в этой прихожей у нас есть три двери три одна входная вторая дверь которая запускает нас в дом и третья дверь это вход в бойлерную в бойлерную до бойлерной мы сейчас доберемся пока прихожая значит товарищи у меня такой вопрос а куда здесь поставить шкаф шкаф для верхней одежды если мы ставим его в правый угол то он получается очень маленький раз а во вторых вот этот угол он как бы выступает в пространство а это некомфортно когда угол выпирает прямо в комнату даже просто по ощущениям да и стукнуться в него можно следующий вариант поставить вдоль этой стены и вроде бы он логичный потому что мы располагаем шкаф вдоль всей стеночки и вроде бы дверцы так лаконично вдоль вот всего вот этого вот пространство располагаются но нет вот этот вот уступчик от двери до края стены он меньше 60 сантиметров а это значит мы полноценный шкаф туда поставить не можем что ответит архитектор он скажет но ребятушки но быстрый гардероб там все такое еще место под пуфик останется ну конечно возможно и так но хорошо в быстрый гардероб вы повесите что куртку мамы папы сына дочки и все а если еще по одной куртке то куда все придется одежду таскать на второй этаж в спальне в шкафы распихивать или куда или в гараж в будущей который вы построите все ребята смотрите здесь больше места нет и это катастрофа это вот катастрофа номер один при прихожей всегда должна быть большая гардеробная и в этом проекте я бы гардеробную делал именно здесь там где сейчас бойлер на ребята вот и это было бы логично у нас бы осталась большая прихожая в которой четвером комфортно раздеться у нас есть место куда комод красивый поставить там зеркалом картиной у нас есть место куда пуфик поставить и вот это хорошо но когда у нас нету этой гардеробной все мы лишились этой возможности и вроде бы большой дом 200 метровый а прихожая вот так усенькая как в хрущевке это как ребята вы тратите капец сколько миллионов чтобы построить этот дом а это не дом это получается какой-то чехольчик для людей такой знаете ручку вот в чехол кладут такой и вас так в чехольчик пункт ну вы же дом строите не для того чтобы стенами себя окружить или как или вы просто строите дом чтобы исполнить свой гражданский долг построил дом посадил дерево вырастил сына можно лечь помереть так что ли нет вы строите дом чтобы перейти на новый уровень жизни правильно на новый а для этого нужно делать так чтобы все было удобно здесь банально это неудобно вот просто логически размышляя это просто неудобно почему так а потому что если мы посмотрим на фасад вот посмотрите на фасад он симметричный то есть у нас ровно посередине дверь ровно слева справа окна и это красиво симметрия так красиво все классические фасады по этому принципу построены золотое сечение симметрия ордер и вот вам пожалуйста да то есть ордерная система все знают да что такое ну кто не знает могу рассказать но тема нашего эфира лекции или как его назвать видео не то поэтому про ордер не сейчас красиво то есть архитектор руководствовался тем а как будет красиво со стороны фасада понимаете а вы покупатель посмотрели со стороны фасада ну да красивый дом классно все берем а я вам рассказываю про внутренности и оказывается внутренности то ну совершенно не отвечают банальным требованиям удобства поняли нет то есть здесь архитектурный проект делался в угоду фасадов они в угоду вашего удобства поэтому я называю это чехол для людей идем дальше вот мы разобрались с прихожей мы разобрались тем что нужна гардеробная комната идем дальше куда расположить в таком случае комнату под название котельная под названием название котельная да но то есть газ подвели там должен быть котел и все такое прочее так вот у нас есть две комнаты у нас есть номер восемь комната и номер семь комната но здесь сейчас располагается санузел и у нас располагается душевая почему бы их не объединить почему бы вообще на первом этаже не оставить просто один санузел с умывальником и все но вот здесь вот но оставьте один санузел с умывальником и все зачем здесь душевая тут есть гостевая комната ребята это для гостей для гипотетических гостей я часто сталкиваюсь с такой проблемой как нам надо где-то размещать гостей и складывается такое ощущение что вы проектируете дом для удобства гостей слушайте ну вот так просто подумайте сколько раз в году к вам приезжают гости даже если они приезжают к вам раз в месяц и остаются на выходные это не повод чтобы весь дом крае так чтобы было удобно гостям зачем здесь вот эта гостевая комната или что это такое а если это кабинет так для здесь и санузла хватит не нужна душевая так вот и освобождается от помещения под котельным понимаете логика то есть нужно представить тот сценарий жизни которые вы планируете проживать в этом доме понимаете а не так что построил дом потому что это мой долг построить дом вот есть четыре стены на тебе жена пользуется теперь ты жена займись об устройством дома а я пошел работать деньги зарабатывать как бы что-то какая-то странное рассуждение давить что касается кухни и гостиной здесь они сделаны кстати говоря более-менее нормально то здесь мы кухни можем расположить вдоль стены поставить какой-то большой стол вот здесь вот кухни столовые но надо сказать что для дома это маловато кухня очень маленькая то есть его бы хорошо вы кухонный гарнитур разворачивать делать больше возможно там с каким-то островом но это требует площади понимаете то есть буквально полметра каких-то полметра не достает для того чтобы сделать нормальную кухню с нормальным островом и нормально поставить стол буквально полметра а почему так происходит да потому что не подумал никто понимаете зачем вот есть комната набери пользуйся но когда вы начинаете брать и пользоваться у вас ничего не влазит и не помещается вот поэтому я говорю что такой дом строить не надо если вы не хотите деньги спустить в унитаз так но я называю это спуск в унитаз денег просто и ну простите пожалуйста это не пятьдесят тысяч рублей это но миллионов 10 наверное да по строительство такого дома будет стоить а может быть даже и дороже понимаете о чем речь то идет а здесь вы банально спустили деньги в унитаз потому что вы нормально не можете кухню и стол поставить ну что это такое соответственно либо кухня ущербная либо стол не здесь стоит а где здесь а куда диван давайте с камином разберемся вот стоит камин слева окно сзади окно справа проход в кухню-гостиную а вот здесь вот вход в зал получается все четыре стены заняты чем-то вопрос а куда поставить телевизор все же любят телевизор хотя я против вообще я против телевизора поэтому здесь наверное архитектор заранее позаботился о том чтобы некуда было поставить телевизор молодец 5 баллов вообще молодец чувачила я за тебя у меня дома тоже нет телевизора вариант нормуль поэтому ну что ставим диван вот вот так вот сюда вот одно кресло как бы вот типа вот что-то такого и и все все 24 метра это один диван и два кресла ребята все 24 метра привет приехали значит кухня 16 метров 24 и 16 но что это такое 30 40 метров вот как бы 40 метров но это это вообще минимально такой знаете возможный размер под кухню-гостиную кухня-столовая гостиная вот что у нас нужно а что в доме важно какая зона важно общее пространство это там где все тусоваться будут где будут хозяева тусоваться где будут гости тусоваться а здесь 24 квадратных метра под гостиной с камином еще прикиньте но это мало но сами подумайте вот попробуйте расставьте здесь мебель как она у вас станет а вы ведь хотите еще чтобы было красиво правильно а чтобы было красиво нужно тоже соблюдать определенные законы ну хотя бы симметрии хотя бы симметрично расставить мебель а данная планировка не позволяет этого сделать просто потому что окна и проемы так сделаны вот вам пожалуйста вот типовой проект ну или это индивидуально но если это индивидуальный проект то тогда вообще грустно понимать я еще пойму если это типовой но похоже это индивидуальный для человека вот специально разрабатывали человек говорит меня все устраивает но вот когда начинаешь задавать вопросы оказывается что черт его знает как-то не совсем устраивает вот такая история то есть как-то побольше бы терраса достаточно странно вообще террасы г-образной формы они всегда странны но давайте так ширина смотрите метр шестьдесят здесь ширина террасы это даже стол не поставить хотите я вам объясню почему потому что стол шириной вот стол я сижу за столом ширина стола метр понимаете чтобы сесть справа и слева от стола ну то есть вот так что мы сели то есть с одного края вот я сижу мне нужно 80 сантиметров здесь оставить 80 здесь 80 там вместе это метр шестьдесят правильно плюс ширина стола метр это получается 260 то есть ширина террасы как минимум должна быть 260 чтобы поставить стол чтобы сидеть и наслаждаться свежим воздухом птением птичек там звуками и шелестами травы листвы и так далее здесь нельзя ребята нельзя вы его сюда не поставите вы поставите лавочку вдоль стены все это все что вы можете здесь сделать ну хорошо два кресла друг напротив друга и маленький столик все а почему так делается но потому что так дешевле дешевле в строительство терраса поменьше вам цену меньше называют но вы же не понимаете что вы потом туда стол не поставите ну плевать потом чего-нибудь с этим придумаете а что вы будете придумывать а вы будете снова кого-то приглашать достраивать эту террасу тратить новые деньги вот что произойдет поэтому я и говорю что этот проект как бы он он не для людей он для архитектора который сделал вам там красивый дом возможно он нравится но жить в нем неудобно ребята это я так считаю это мое мнение мнение ивана безрукова понятно вам нет вот она логика но и сейчас второй этаж сейчас второй этаж но вы поняли да то есть вот как бы логически рассуждая думая о том как вы сейчас проживаете и как бы вам хотелось по-другому поднимаемся на второй этаж и что мы видим мы видим санузел отдельно в ванну отдельно и 4 спальни раз два три 4 все ничего вас не смущает ну вот и заказчика этого проекта тоже ничего не смутило давайте тогда я начну задавать вопросы и возможно после этих вопросов вы как-то по-другому взглянете на эту казалось бы удобную планировку казалось бы она должна удовлетворять всем требованиям ну а как иначе если у меня семья 4 человека 4 до мама папа и двое детей это значит мне нужно три спальни 1 для взрослых 1 для одного ребенка 2 для второго ребенка правильно вопрос 4 для кого но это просто на подумать но возможно гостевая да тогда вопрос а зачем гостевая на первом этаже зачем она была зачем нам нужно вот это вот пятая спальня для чего возможно это кабинет хорошо кабинет зачем тогда опять на первом этаже вот это вот гостевая спальня не проще ли гостей если уж на то пошло поселить в кабинете ну пусть переночует в кабинете на раскладном диване или на матрасе в гостиной или вообще в гостиницу соседнюю их поселить но это конечно не мое дело это вам решать где своих гостей селить но я убежден что дом не нужно проектировать для гостей это ваш дом вообще логика такая в доме главное мама и папа родители в первую очередь удобно должно быть для них во вторую очередь удобно должно быть для детей которые там же живут и только в третью очередь нужно подумать о гостях которые приезжают раз в месяц до пусть хоть раз в неделю все равно о них нужно думать в последнюю очередь это гости это не для них дом вообще но либо тогда делайте пристрой делайте для них как в отелях делают отдельное помещение там со своей ванной там со своей спальни понимаете вот так вот тогда им удобно будет возвращаемся ко второму этажу у меня вопрос смоделируем ситуацию понедельник утро вы собираетесь на работу вы ваша жена и ваши дети в ванной 1 вы как в очередь выстроитесь по записи ходить будете или как или будете ругаться чтобы давай быстрее отсюда выходим не я на работу опаздываю другой будет кричать а я в школу опаздываю 3 будет кричать жена имеется ввиду мне накраситься надо еще что-то ну-ка все вон пошли я пошла в ванную и вот вы мужчина допустим вы мужчина да то есть тот который потратил деньги на строительство этого дома как вы думаете где вы будете принимать душ на первом этаже вы будете по лестнице бегать вниз и принимать душ там как вам такая история а нормально спроектирован дом продуман сценарий жизни по моему не так не должно быть вообще в принципе в априори вообще дети с родителями пересекаться не должны вот вам аргумент за то что это неудобно так делать нельзя это просто коробка для жилья вот это можно не знаю там ну что это в деревнях так жили и сейчас наверно живут вот изба вот у нее одна комната все живут в одной комнате вот ребят но вы тратите миллионы неужели вы не можете заранее подумать о том как нужно спроектировать чтобы было удобно и вам и детям что нужно сделать нужно сделать одну детскую вторую детскую и ванную для них вот все а для вас родители нужно сделать спальню и вашу ванную и вход в нее и спальни и еще гардероб нужно спроектировать тут нет гардероба где вы будете одежду хранить шкаф поставите в своей спальне спрашивается куда тут четыре окна два окна четыре стены два окна с каждой тут кровать то даже некуда поставить вот смотрите вот комната вопрос куда кровать поставить но вроде бы казалось бы это самая козырная комната потому что с балконом а как а кровать то некуда но вот но вот так вот ну тогда у вас изголовье прямо входа это неудобно шкаф вот сюда все комната исчезла и просто нет давайте про эту комнату поговорим например вот вы сюда кровать поставили шкаф куда сюда то есть заходим и сразу на торец заходим и сразу видим изголовья кровати это неудобно это не комфортно для тех кто лежит на кровати и так касается каждой комнаты понимаете вот все то есть как бы да и потом зачем шкаф шкаф это во первых деньги то есть вы тратите огромный сейчас значит сколько шкафу денег стоит капец вообще даже в икеа шкафы дорогие зачем если можно просто гардеробов гардеробный просто штанги например нет конечно если есть деньги то есть пожалуйста трав тратьте на здоровье можно сумасшедшие дорогие гардеробы из красного дерева заказать но я просто про саму логику и сам подход так вот возвращаемся к организации пространства как должно быть должна быть мастер спальня у родителей вот они зашли гардероб разделись переоделись тут же спальня и тут же ванна вот это их отсек понимаете а второй отсек для детей все и тогда мир дружбы жвачка никто не пересекается никто в очередь не стоит я уже молчу знаете когда речь заходит о сексе да поймете секс 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 как это мило помните песня такая так вот ничего милого у вас не будет потому что после секса нужно душите правильно а когда у вас одна ванна на этаже то как вы это делать будете полотенцем замотаетесь побежите детей будете прятаться они такие выйдут такой маленький карапуз папа что с тобой почему ты так выглядишь все психологическая травма у человека увозите лечите все понимаете как так можно проектировать как можно так не понимать вообще логику жизни понимаете какие-то бытовые потребности где постирочная ребята у меня вопрос просто ну банально где где будет стоять стиральная машина расскажите мне в ванной ну то есть мало того что она 3 квадратных метра частный дом 200 метров ванна ванна 3 квадратных метра 3 ребята чё туда поставить вообще расскажите мне я не понимаю что одна душевая кабина и раковина все больше ничего не влезет даже полотенца сложить некуда вы нормальные нет вообще ребята вы кто проектирует это проектирует наверное человек который в хрущевку в хрущевке всю жизнь прожил не знает как живется в доме и не может распрогнозировать как вообще люди в домах живут вот максимум что он может предложить это вот такую прихожую и вот такую ванну понятие все и там же еще и стиральная машина чего стиральная машина в ванной капец знаете как это называется это называется не ванная а называется постирочно-помывочная зашел постирался помылся вот постирочно-помывочная как в армии за что тут же помылся тут же стернулся вот все почему да потому что вот это вот хреновина стиральная машина она абсолютно техногенно выглядит, технократично, не эстетично, ее надо прятать. Короче, отдельная постирочная должна быть. Куда мы можем зайти? Где есть большая корзина для белья? Где есть отдельно стоящая гладильная доска? Это же дом все-таки, ребят, зачем для себя делать неудобно? Надо делать удобно. Все, там есть стеллаж с бельем, есть где химию хранить, комната с окном. Вот идеальный вариант. Хорошо, нету площадей под комнату, сделайте кладовку. Но сделайте отдельно кладовку. Зачем делать так, что будет сразу неудобно и некрасиво? Понимаете, ванна это комната для релакса. Ванна должна быть комнатой. Не вот такой вот этой коробкой из-под холодильника, комнатой с окном, когда можно лечь в ванну, поглазеть в окно, насладиться солнечными лучами, так сказать, принять солнечные ванны. Витамин Д это никто не отменял. А здесь что? А здесь постирочно-помывочная 3 квадратных метра. Три. Все, наслаждайтесь. Бойлерная в этом проекте, бойлерная с двумя окнами. Зачем? Зачем в котельной делать два окна? Два угловых окна? Зачем? Я не понимаю. Хотя нет, я понимаю. В угоду архитектуры, ребята, чтобы фасад выглядел красиво. Как говорится, чтобы костюмчик сидел. Вот. Короче, вы покупаете вот этот вот внешний вид, вот эту вот обертку, фантик, а по сути внутри гнилое, неудобное, отвратительное, непредназначенное для жизни пространства. Вот почему нельзя строить эти дома и тратить на них такие миллионы. Пишите ваше мнение в комментариях. Возможно, я где-то ошибся или, может быть, перегнул, по вашему мнению. Но, вы знаете, я еще много чего не сказал и не рассказал. Надеюсь, в следующих видео на других примерах я раскрою эти темы пошире, а вы за этим следите. А для того, чтобы эти видео отследить, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Всем пока! Да пребудет с вами Муза!